Всем привет, меня зовут Дима с клана Собор на игровой нике Марканис. Расскажи о своем персонаже. Играю я с начала 11 года. История персонажа там довольно интересная, потому что это не изначально был не мой никому, я всегда был у них злая бука. Еще со временной Зонки я бегал, пыташивал. В один момент Зонка развалилась и мы перешли сюда, как-то открылся сервер ИКБ, сразу попал в клан Десантура, буквально только до Гурмана дошел. Там все старые ребята с Зонки дали снарягу, сказали в какую сторону воевать, и с тех пор я двигаюсь с ними. Прокачка Иммортала, 113 уровень, ну я не качал его никогда, а бука 89 что-ли, даже никогда не занимался этим. Основной персонаж это конечно боец за фули на оружие, бег, выведение негативных эффектов и влияние на персонажа. Бука это универсал, там и ремонт, и охотник, и медицина, в общем, всего навалено понемногу. Гром это у меня барышка, на нем только медик прокачанный, чтобы делать больно. Снаряжение, у меня на всех персонажах одно и то же, комбаты, 13-е, чкомы, горки. Оружие топовое, с улучшенными магазинами, 45, сотки, 60. Ну просто играю в кайф как бы, покупаю, но все как донат, донат, я просто привык играть как-то в свое удовольствие. Не люблю тратить время ни на фарм, ни на что-то другое, то есть мне проще задонатить и играть дальше спокойно. В каких кланах участвовал? Клан Десентура, вступила я у него буквально на старте сервера, первый же день меня затащили туда пацаны, я увидел, что там все знакомые, много лет играли, поэтому комфортом было там. В Десентуре до всегда мне хорошо было, хороший коллектив, отличное руководство, все свои, все друг друга поддерживают. Много войнушек, самых вот первых на старте сервера поедина, там еще войны на Тозиках, это самое интересное, когда Тозик мог на дистанции отрисовки тебя просто шокнуть пулей. Держали полигон, покашили, в один момент некоторые люди из руководства просто, даже фанки написали о том, что если вы не будете отчитываться перед нами, что у вас за группировки, у вас цели мы будем автоматом кидать вар. Потом, что, потом уже пошло затишье в группировке, мы держали полтора года, наверное, этот санаторий, на него нападали, нападали, потом, видимо, варам надоело, да и у кого-то с группировки это все надоело, скукота. Они в один день, во время субботнего захвата санатория, Леха Монах прибежал на гурман и распустил так, вывесил в ТСК список тех, кто, как бы, по его мнению, достойный вступление в группировку Кракута. Я был в этом списке, но по своим, так скажем, личным предпочтениям я отказался. Создали новый ТЭК, ну вообще, Windows Freedom. Я собрал туда людей, которые как раз таки не вошли в этот список Кракут. Довольно долгое время мы играли, руководство было на мне и на совете, пять человек у нас было, держали Тунгуску, долгое время воевали с ПК-отрядом, при поддержке того же СОБРа, получается такая АПК-политика, которая мне никогда не нравилась. Но потом пошел разлад внутренне в группировке, переругались, я ушел с клана, уехал на работу, возвращаюсь через месяц, наверное, а я уже под клан-тегом СОБРа. И с тех пор вот в СОБРе мне все нравится, отличный клан, руководство хорошее. Люди такие, как бы, немалолеткие, взрослые люди сидят, отдыхают после работы, играют. Твои взаимоотношения с кланами на сервере? Ну, задолго до было интересно, конечно, только, наверное, с гладким криминалом, особенно ДСК. Почему ДСК? Потому что легенда такая была небольшая на сервере, когда вот ты стоишь где-нибудь в обороне, и ты знаешь, что где-то рядом ДСК-шники, так знаешь, туман стелется над укрепкой ревер-базой, как будто летучий голландец какой-то, понимаешь, подкатывается. Вылетают со всех сторон ДСК-шники, начинают крушить, все ломать. Ну, с гладким криминалом я еще уявил, когда у меня это попозит. Ну, это, пипец, было, конечно, весело все. У ребятишек, у кого АКМС, АУАКМ, пять магазинов, шесть. Это, наверное, самые интересные захваты были, самые мясные, и по скиллу возили на тозиках. А в данных реалиях, ну, тут в основном остались кланы, так их называют, копалками. Вот до последнего времени, наверное, мы только с синами в основном воевали, но с ними интерес пропадал играть, когда появились такие игроки, как Мемфис на торфе. Это нам вообще просто дезморалило жестко, когда он появляется, у нас просто все отлетают, когда на торфа тоже приходил его профик, то есть они им попортили репутацию так нормально. А в остальном не с кем больше воевать. Бродяги, конечно, извиняюсь, но их как-то легко очень убивать. Ну, вот с анархистами сложно, мне кажется, это, наверное, сейчас один из самых, наверное, самый даже сильный контекст, потому что сколько на них не нападают, они от всех отбиваются без проблем. А как же одиночки? Одиночки – они люди. Поэтому я играю букой на инстинктах, как животное, я вижу просто и убиваю. Не знаю, одиночки – это, во-первых, очень наглые. Действительно, я тебе сейчас расскажу одну историю, которая приключилась на том же торфике после того, как выбили ПК-отряд, после того, как они ушли на ЮУ, мы выбили остатки. И вот забрали под себя торфа и решили дать одиночкам возможность делать квест на торфяков бесплатно. То есть ни за какую плату ты просто убиваешь, ты приходишь и убиваешь торфа. Как бы дали возможность, по-моему, мозаевские приходили одиночки, убивали торфа. И в один момент, видимо, прошла какая-то информация о том, что вот, там, да, СОБР дает возможность спокойно убивать торфа. Начали бегать больше и больше одиночек. Но это ладно. Но в один момент они просто начали требовать лапы обязательно. То есть вы нам еще должны лапы, на что бы ты понимал, мы, как бы, приходит один одиночка, да, мы надо убить торфяного паука, он просто бегает по дефолту, там, по яйцам, он не бафается, ничего, он просто бегает и ждет торфа. Я забафанный по фулке, мне щиты, чертовки, психомоторки, там, ну, неважно, в общем, у меня тратится огромное количество средств на то, чтобы этот одиночка сделал квест. То есть, априори, лапы ему не могут достаться, потому что нас бегает, грубо говоря, 10 человек по фулке затаренных, и бегает просто он один, который требует лапы. Это очень сильно попортило отношения с одиночками. Взбесили они меня неимоверно, мы там начали на кангуске просто всех подряд убивать. Дело не во всех. Они начинают действовать очень нагло, вносят какие-то свои порядки, а вот все общее, хорошо, все общее. Но я-то сильнее, грубо говоря, я могу прийти и забрать, чему я буду делить там фармские. А с одиночками вопрос быстро решается. Их убиваешь, он побегает раза три-четыре и успокоится. Она пишет там тебе в чат. И тут, кстати говоря, наверное, 98% всех одиночек это очень токсичные. Я не люблю копалок. Парень из клана Ковчег, Артем, вот он прям жесткий, копалка, я все время его подстегаю. Как, говорю, так можно играть, что ты заходишь и буквально все твои мысли о копании. Это же неинтересно, ты же должен развлекаться, Андрей, не нагружать себя лишним. Есть ли игроки, о которых хочешь поведать нам? Есть один старичок, вот реально старый дед, ему там 70 с чем-то лет, бегает одиночка. Вот это вот интересный персонаж, вот это действительно дед играет в кайф. Он не заморачивается и вообще ничем. Пишет каждый день, доброго утра, дружище, счастья тебе, здоровья. Как бабушка, знаешь, бабушке приезжаешь, и она тебя встречает вот такими словами, всегда провожает. То же самое, каждый день. Там нет-нет, какой-то подарок пришли, эти гранаты какой-нибудь. Вот я ее нашел, мне не пригодится, друг, а ты жги врагов. Я взял смесь, я там говорю, спасибо, дружище, спасибо. Тоже ему помогают. Он вообще не требовательный, ничего не принимает. Есть некоторые все-таки одиночки, которые мне нравятся. Есть старый знакомый, который остался, так скажем, под старой группировкой Windows, видим. Рам, Антон, играет в свое удовольствие, держит группировку, я так считаю, по крайней мере. Потому что он сколачивает вокруг себя как раз-таки одиночек, обучает играть, показывает им все. То есть он как нянька своего рода. Молодец. Самый ужасный человек на сервере для меня. Колян Бродяга. Я стоял с персонажем, вообще не относящимся ни к буки, ни к морду. Продавал, по-моему, разу четвертую и магазины. Он пишет, о чем магазин, я ему накинул цену. Ну, образно говоря, будет 300 тысяч. Он такой, нет, возьму за 200, я ему пишу. Не-не-не, не продам. Он мне начинает писать, что ты такой сякой. При этом этот человек говорит о доброте, о помощи ближнему и все такое. Это лицемерие на лицо и такое, что просто фу. Расскажи о клане и его состоянии. Клан в стадии заморозки, на самом деле, набор минимальный. Захваты опять все то же самое осталось, только, скажем так, коллектив уменьшился. Все тот же ВГ-клан с умеренно-агрессивной политикой. Хороший коллектив. Тут ребята действительно, нет вообще никакого купи-продай в группировке. В плане, помоги мне вот этим. Тут все держатся за счет того, что ты мне, я тебе. Но реклама эта, нету мне необходимости какой-то. Я не очень люблю новичков в данный момент. Но я не говорю про тех уже, которые вступили. Придут, ими, во-первых, надо заниматься, показывать, все рассказывать. Да и вообще, в принципе, пока коллектив играет, рано или поздно, может быть, кто-то придет, прибьется. Пусть лучше будет это на добровольных началах, чем я буду стоять на гурмане и постоянно кричать, вступить в собак. Должность, наверное, так ее назвать, наверное, временно исполняющей обязанности главы. Это реально сложно. Надо людей направлять. Я не привык это делать. Вернее, раньше этим занимался, но погорел на этом. В итоге я интерес к этому пропал. И особенно, когда там какая-нибудь суббота, заходишь в теск, и там тебе, иммортал, иммортал, что мы сегодня делаем, что делаем, тебе надо быстро накидать, короче, придумать. Чем бы занять людей, они вот сидят, ждут какой-то команды. А ты не знаешь сам вообще, ты еще даже в игру не зашел, сидишь какой-нибудь сонный. Ну, это реально сложно. Я, если с таким малочисленным на данный момент критином тяжело справляюсь, я не представляю, как это делал тот же Вадим, когда нас было тут по 60 человек. Это надо держать в порядке в плане флуда, командовать, надо говорить, куда идти, надо говорить, что делать. В общем, это кошмар просто какой-то. Я не завидую ни одному главе группировки. Один раз у меня получилось. Мы дефали психбольницу. Мы разделились на две группы, и одна группа оттачила одну базу, мы дефали другую. Нам надо было задефать от превосходящих сил. Я расставлял людей, в общем, управлял этим всем процессом. Но я, конечно, тогда понервничал на самом деле. Просто иногда некоторые люди не слышат, что им говорят, продолжают что-то свое гнуть, и приходится перекрикивать, голос повышать. Не люблю заставлять, принуждать к чему-то людей. Да, я могу собрать на субботу до 10 человек, но это реально онлайн сейчас собрали, просто немного. В данных реалиях кое-как. Максимус, он старый игрок, он еще в бородатые годы, в Десантуре были, он был в этом клане. А я 2-3 года максимум, третий, наверное, год собрал. То есть я никогда там не рвался ни к чему. А тут на тебе вот такой вот подарок, в кавычках. У нас есть агитатор старлей? Да, кстати, надо у него спросить, почему он не занимается своей работой. Мы прыгали в отдельную комнату, и говорит, хочу попробовать себя в роли агитатора. Агитатор, агитировать на гурмане, писать посты фанки, рассылать дискорды. Я говорю, если тебе это действительно интересно, то занимайся. Просто это такая особо неблагодарная работа, потому что спрос будет с тебя большой по итогу. То есть у нас каким-то боком оказался в клане горец. Потом с ним всплывает история о том, что он там мамок в личку жестко потаскивает. Да и вообще он за читы забаненный был на ЕУ. Я его сразу кикнул. В общем, а кто его принял-то, и никто сказать не может. Никто не знает, кто его под контакт принял. То есть это должно как-то через определенных лиц должно проходить. То есть вот кто-то взял, с тебя и ответственность. А не так, что мы не знаем, кто взял и вообще, как он тут оказался и в таком роде. Правда, что у вас союз с ПК? С Сомрелой? Да, правда. Это опять же случилось на фоне перехода большей части на МСК. Те, кто остались, они не знали, куда себя деть. Выпала такая возможность вступить в Амбреллу. С удовольствием туда пошли. Я так скажу, от себя лично. Все мнение о группировке рушится, когда ты просто пообщаешься с людьми. Реально, это все, что на тех же Синов, я говорю. Скорее всего, это поверхностное мое мнение, которое вообще к действительности не имеет никакого отношения. С Амбреллой тоже сколько кусался, с тем же сметаной. Я пообщался. Скажу, что там довольно адекватные люди сидят. Это поведение в игре, ну, это какое-то зеркальное. Ну, в плане того, что там сметана пишет. В Дискорде он абсолютно стихий, спокойный. На тех же Легион кричали, когда они бегали с ПК-отрядом. Опять же, ВГ-клан, он не преследует АПК-политику. ВГ это ВГ. Это группировка, которая действует в своих личных интересах. И использует для этого различные инструменты, включая ПК-группировки. То есть, если это полезно и той, и той группировке, почему бы нет? Интересные моменты, произошедшие с тобой в игре. Возвращаясь к теме десантуры. Это было начало сервера. Я со своим галимым тозиком попал на полигон. Наконец-то я до него добрался. Я встретил бесов в этой игре. Я весь исплевался первое время. Негодовал очень сильно. Но нашел-таки через какое-то время себе АКМС. Но вообще даже не об этом. Паукан. Мой первый Паукан. Меня на него вообще брать не хотели. Почему? Потому что у нас шел отбор. На Паукана идут те, у кого хотя бы есть 6 магазинов на Калаш. Это старый Паукан. Его таскали по кругу, по 10 человек. И я когда впервые туда попал, я вообще офигел. Я человек, который перешедший сезонки, где я брал печенек, залетал в пещеру, убивал там Паукана и всех остальных. Попал на Паука, который действительно какой-то был жесткий. И убивать его было довольно интересно. В это время нападали штормы. ДС Кашля, просто там буря эмоций. Как будто ты на захват действительно пришел. Ты стоишь на дырке, там все горит, все взрывается. Куча людей оттуда прет. Просто муравейник какой-то. Внизу 10 человек по кругу Паука натаскают. Это вообще жесть была. Следующая история, наверное, касаемо Вулкана, когда его только ввели и ГОКа. Это первый ивент, введенный в игру. Это тоже было что-то с чем-то. Ладно, ГОК. Мы залетели туда пачкой. Мы тогда не поняли вообще о том, что если больше 10 человек, мобов будет больше. Но по итогу в шахматном порядке расставляли людей, забирали. Самое интересное, наверное, был Вулкан. Был немного иной, чем сейчас. Там была безопаска внутри самого Вулкана. И там постоянно караулили вары. То есть ты хочешь запустить Вулкан, но ты не можешь. Потому что там 24 на 7. Посменно, реально весь день, стоят вары и ждут, когда ты запустишь. И мы так же сидели. Я помню, 20 часов сидел и ждал, когда что-нибудь случится. Еще первые Б-13 броники, которые мы начали делать, это 19 дней по расписанию, по будильнику вставать. Тоже, наверное, какое-то испытание на выносливость. Ты буквально, у тебя несколько персов. Один стоит на новой земле, второй на караване. Третий у тебя где-нибудь по Везувью бегает, ГОК делает. Мало того, что ты все делаешь это по будильнику в расписании, так тебе еще не надо договориться, либо избавиться от тех, кто хочет так же, как и ты, запустить этот ивент. Это мы делали вот во Фридомах, первые 5 человек, при поддержке группировки. У всех разные часовые пояса. Оно того стоило? Событие для меня. Это когда я в первый раз сразу после обновы попал в Черный лес. Да я офигел на самом деле. В том плане, что я шел вот по этим нарисованным домикам, искал эти лагеря, попал на Генезис, меня охрана убила, встретил Репьев, навешали мне иголок, иголки не знаю, где вытащить, поразит меня, глушит. Да и вообще ничего интересного, на самом деле. Я салат только вот это все. Первое впечатление от новой локации все. Твои взгляды на глобальное обновление? Ну, обнова шикарная вообще, мне понравилась. Нет, вру. Первый день я ныл. Да это мне не так, то не так. Оно как бы ты привык комфортно играть, у тебя все, все перки прокачаны, ты все можешь. А тут тебя в рамки в какие-то загоняют. Ты, например, не можешь быть реально универсалом, так скажем, если ты хочешь по фулке бойца, то ты отказываешься от той же охоты, либо медицины, крафта. Хочешь быть по фулке крафтером, то ты отказываешься от боевых перк. То есть загнали в рамки, мне это изначально очень сильно не понравилось. Но потом, подразобравшись, как это вообще все работает, мне вообще все понравилось. Игра стала гораздо интереснее, на мой взгляд. Это новый персонаж 2.0 выходит. Мне понравилась новая локация, черная лесла. Мне не нравится, что она мертвая на данном этапе. Я бы хотел, чтобы разработчики доделали это с линейки квестов, добавили NPC на локацию, под разнообразие ее. Я, конечно, понимаю то, что там занимается этим один человек, и то, что он сейчас занимается правками именно старых квестов. Ведь больше жалоб идет на что? Что там кто-то не может влюбить и сделать какой-нибудь квест с собачьими головами. Ему приходится в срочном порядке это исправлять. Полезный совет нашим слушателям. Собирайте все. Просто все сейчас. В будущем будут добавлены куча обменов, куча крафтов. Сейчас надо просто все под себя зарывать. Купать, собирать. Если это каким-то боком услышат яушники, крепитесь. Собирайте тоже все. У них все впереди. Хочу пожелать всем одиночкам найти клан адекватный. Их научат общаться с людьми нормально. Пожелания и приветы. Передать привет своим сокланам с МСК и пожелать им скорейшего выздоровления и возвращения на сервис ЕКБ. Конечно, больные, они же на МСК пришли. Привет, наверное, клану Син. В голос. Вы там это? За донатками получше следите, наверное. А то я с этого реально немножечко пригорел. Отдельно бы хотел передать привет Сергею, Тайтаю, Серега. Мы все еще в тебя верим. Жду ваши комментарии под видео. Увидимся там. Всем товарищам со Стрелы, особенно Антоше, Ураборосу, Вадим, вернись в Каноху на ЕКБ. Но особо не слушает. Называет ЕКБ по моям и играет на МСК. Мое личное мнение от трилогии Сталкера и от GSC, именно вот эта более подходящая атмосфера для Сталкера. Сталкер это нигде. Там баталии 100 на 100, 200 на 200. Она не должна быть густонаселена. Расскажи о себе. Ну, работаю высотником. Работал сейчас просто полгода на больничном, как раз таки, связанная с работой травмой. Упал с высоты и освещая свое время игре. Увлекаюсь чем? Ну, в байк-клубе состою. Катаемся по стране. Да ничего интересного. Я живу в таком месте. Маленький город. Мало событий, развлечений и того меньше. С этим все сложно. Меня еще никто так не пытал на самом деле. Ну, без шуток. Я даже когда в клан отступал, у меня там имя, фамилия, ники, лобби. Мне тогда это казалось странным. В интервью еще более странная вещь, как оказалось. Вопросы, на которых ты ловишься. Не, мне все понравилось. Прикольно. Во время всего интервью я просто курбины накручивал по окрестностям. Теперь это действительно оружие, палка, далеко стрелялка. Я там на буке бегаю, там кто один, кто второй поет с ним хоть весело. Они молчаливые, самые главные. Срач как минимум какой-то обеспеченный. Самая, наверное, интересная личность, которая там в Теску залетала, это Вортекс. Еще это главный резальщик игры. Рамаха, Бородача, Рэмбо, Тунгус. Самая неприступная крепость. Мое любимое занятие в фанке. Просто накинуть мне вентилятор. Я его уже, наверное, третий день на Гурмане жду, купил ему Айс Свалгуру. И когда за ним придешь, и вот он все идет, и идет, и идет, и идет. Как идет, там за Драуга зацепится, за Парфа зацепится. Все еще идет. Сегодня с утра тоже шоу. Можно просто Колян Бродяга и все. Я думаю, многие поймут. Сусть и Крусичи сидят здесь. Я надеюсь, она не выйдет в релизы. Не слушайте меня, меня заставили. Ой, меня убили. В зонке Светогорбы. Божатый. Здесь бегает этим Рэмбиком. Твое РП мясной лавки. Бля, мороженка, мороженка, иди, беги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok